И он очень хорошо пишет, между прочим. Казалось бы, казалось бы. У него есть рассказы великолепные. Вот я художник, да? Великолепные. Он пишет многое, вот писал статуры и всё. Кассеты. Но однажды один был факт, когда мне пришлось писать человека, не видя его никогда, не зная его никогда, не имея никакой фотографии совершенно, и по просьбе близкого человека я решил с ним. А получилось таким образом. Я где-то под Москвой, вот здесь вот между Дмитровым и Клином, вот где как раз родина была моей матушки, в одной деревне снимал помещение. Ничего, ничего, я тут беру. И в деревне жил. Ну работал, и все меня знали, что я художник, художник, художник. И однажды приходит ко мне старушка, в зву, где я остановился к ним. Приходит хитренькая такая, так, кланяйте, здравствуй, сынок, здравствуй. Вот я тебе уж принесла, кладёт мне на стол, вот эту самую крынку, крынку, это самое, сметаны, потом яйца мне кладёт там, ещё чего-то кладёт мне сюда. Я говорю, что нужно, бабушка? Ты мне Ваську моего сделай, пожалуйста. Какого Васька? Сына моего. Я говорю, хорошо, давайте фотографию я сделаю Ваську. Да фотографии-то есть. У меня нет фотографий. Да я тебе расскажу, какой он Васька, и ты сделаешь. Ты же художник, художник. А раз художник, ты сделаешь. Мабушка, ну, всё, можно какие-то фотографии-то есть. Нет фотографий, нет. Я тебе расскажу. Он рыжий такой был, знаешь. Ты вся его деревня знает. Ты вот сходи любому спросить, я любой расскажу. Ну, ладно. Я думаю, не бесполезно с ней говорить. Пойду я по деревне, может быть, где-нибудь какую-нибудь фотографию найду среди ученических каких-то работ. Ну, я даже коллективно. Ни у кого ничего я не нашёл. Но все, с кем бы я ни разговаривал, все в один голос говорили, что он был рыжий, что умер он на пожаре, ему было лет 18-17 даже. И совершенно летним даже. Вот, умер на пожаре, ну, что-то такое там, помогал тушить пожар. Что он был гармонист прекрасный. На гармонию великолепно играл. Рыжий был и любил красную рубашку. Вот всё, что я могла в время мне сказать. Я думаю, что делать, что делать, старушка, он придёт. Сметану я уже съел, яйца съел. Думаю, время-то надо мне. Что-то надо сделать. Ну, я так и начал сделать. Вот на заваленке сидит парень, рыжий, веснушки у него такие. Вот, играет на гармоне, красные рубашки. Вот так, к вечеру, такой, солнце на неё светит. Такой. Ну, вот. Думаю, придёт старуха. Короче говоря, когда я всё это сделал, работа стояла на мольберке, в этой избе, я, конечно, с ужасом ждал появления этой женщины. И вот через некоторое время, вдруг дверь открывается, я чистил палитру, ой, этот старуха. Думаю, ну, сейчас она мне врежет. Она, когда увидела на мольберке вот этот портрет, вот так всплеснула руками, тут же вот так вот вся заплакала, заплакала, подходит к нему, Васенька мой, дорогой ты мой, милый ты мой, и стал причитать, и плакать. Берёт портрет, прижимает к себе, спасибо тебе, сынок, мне кланяется. Говорит, что случилось? Ну, не мог же я сделать абсолютно похоже. Не мог, чтобы вот старуху эту, вдруг так вот, убедить её в том, что это именно её сын. Что-то здесь не то. И когда она ушла, я ночью спал совершенно, потом я получил телеграмму, мне дали какую-то халтуру, работу дали, но уже срочно было приезжать в Москву, надо было уехать, и я думаю, надо уехать, и неудобно, надо зайти просто. И думаю, ну как я приду, вдруг это, она меня разыграла, просто, она так вот, я захожу, а там, где меня никто не закрывался, вот так вот, дверь была открыта, она где-то была на огороде, я не знал, думаю, она в комнате. Я вхожу в избу и вижу в углу образа висит икон. Под иконами висит мой портрет. Портрет убран полотенцами, цветами. Я понял, что старуха оказалась умной женщиной. Она мудрее меня в тысячу раз. Она понимала, что ты ей не нужный, она и не помнила, какой он был на самом деле. Но ей нужен был сын. Образ должен быть. Понимаете? Она же бога-то не видел никогда, но она верила, что это бог, она молилась, она подходила к иконе. Вот такой бог. Вот такая вот икона. И здесь ей нужна была икона, ей нужно было вот именно сказать, чтобы я сделал. Ведь я, она мне все время говорила, ведь ты же художник, художник. Ты же должен воображение А раз ты художник, ты должен сделать мою Ваську. Вы понимаете? То есть она меня уже приподнимала в этом отношении. Выше, чем я сам думал о себе. Вот что-то. И поэтому вот так получилось, что я попал в точку. Не делая сходца абсолютная, а делая образ вот того Васьки, который был у нее как раз на самом деле. Вот вам, пожалуйста. Вообще встречи были иногда удивительные. Вот казалось бы, это была грамотная женщина. Потом удивительная у меня была встреча с Марьей Павловной Чеховой. Это казалось бы из другой области человек. Это интеллигентный, все. Но какой она мне дала пример высокого интеллекта. Какой пример потрясающий. Вы знаете, у нас в Гуртуфе был юбилей Коровина. А я был старостой. И мне ребята поручили, говорят, в съезде в дом Чехова пригласи Марьи Павловну к нам на вечер. Я с дуру, молодой парень, поехал туда. Приезжаю туда. А она на втором этаже там уже с сегатарем писала воспоминания об Антоне Павловиче. Я этого не знал. Она была тяжело больна. Я этого тоже не знал. А я с дуру пришел с Нахратовым, говорю, вот мне поручили срочно пригласить ее у нас послезавтра будет юбилей. Мне говорят, что нельзя, она никого не допускает. Скажите, мне же уезжать так неудобно, что я могу сказать. У нас 37 художников. Я староста группы. Мне как-то... Ну, я должен какой-то... Или-или. Ну, мне просто встретиться. Почему же я не могу увидеть ее и пусть она мне сама скажет. Я добивался сейчас, чтобы она мне сама сказала. Ну, потом сотрудница сходила к ней, потом говорит, «Как вас зовут?» Я говорю, «У меня зовут...» «Моя фамилия ваша. Антон». «Зовут вас так?» Я говорю, «Кость». «А, полностью. Константин Михайлович». «Хорошо. А сейчас доложит». Потом она говорит, «Ну, идите, только, знаете, что вас предупреждают, не больше 5-7 минут. Потому что, знаете, у нее очень тяжелая работа, срочно. Она вот диктует сейчас свои мысли какие-то вот в секретарю и она не очень хорошо себя чувствует. Я говорю, «Хорошо, хорошо». И вот, когда я дошел до двери, у меня холодок пошел по спине, я думаю, «Зачем я нахрапану пошел?» «Ведь, действительно, я уже 90 лет. Ну, как же я могу войти к ней и сказать, «6-7 минуты, я должен от вас уйти?» «Как я должен уйти от ее?» «Каким образом?» Вот здесь мне стало не по себе. Думаю, «Дурак я дураком». «Зачем я все это делаю?» «Ну, деваться не буду». Я постучал, слышал голос. «Пойдите». Я так, ну, ведусь к вошел, небольшого роста, стриженная, так сказать, мужской такой стрижкой, старушка, в очках, поднимается ко мне вот так, с кресла. «Здравствуйте, Константин Михайлович!» Как утром, я уже не знала. «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста». Стоит кресло, я сел. «Ну, как там, в Гурзуфе-то? Что там хорошего?» Я говорю, «Да вы знаете, Марья Павловна, вот так мы живем, работаем там». «Ну, кто там из художников-то?» Я думаю, «Надо назвать наших академиков». «Борис Николаевич Яковлев, Мишуков был, Александр Михайлович Герасимов, недавно был. Она говорит, «Нет, я их никого не знаю». «Ну, кого я знал?» «Ну, Костю Коровина я знал». «Ну, Левитана». «Валю Серова, Левитана Исаакова». «Ведь мне говорили, что я ведь имею способности. Видели мой YouTube здесь?» «Видел». «Прекрасно». «Ну, вот видите, а я художник из меня не стал». «Не получилось». «Ну, что делать?» «А ведь мне тоже, они прочили большое будущее». «А у меня сверлит мысль одна. Как уйти, как жить?» «Я смотрю на нее, у меня дрожь бросает». «И вдруг она мне говорит, Константин Михайлович, уж меня извините, пожалуйста, не ругайте». «Вот видите, секретарь сидит, он записывает все. Я ведь сейчас о последней мысли говорю для книжки. Хочу воспоминания свои все-таки, свои впечатления». «А ведь кто больше?» кроме меня-то еще скажет об Антон Павловиче. «Мне приходится. Встает, так, полусидия и говорит, поэтому я вас прошу меня извинить, предавать всем художникам спасибо огромное, что они меня пригласили. Вам спасибо, что вы приехали. Дайте я пожму вашу руку». То есть у меня сразу как будто все отнимло здесь. Она дала мне возможность прийти, и уйти. Сама деликатно, не выгоняя ничего. Я ушел, у меня гора в письме свалилась. Я думаю, какой же высокий интеллект у этого человека. Посмотрите, какая культура высокая. Ведь она же могла бы сказать, кто я такой есть? Что вы до меня отрываете? Да идите вы вообще, как у нас обычно привыкли чиновники рассуждать. Ну, что я там вообще? Да и разговаривать не стал бы. Я ей даже не обижаться на рейс стал бы. Но она не могла это сделать. Силу своего воспитания, которое она вся излучала вокруг себя. Вот она меня вот так меня встретила, вот так меня проводила. И все. Я приехал уже в Грузу, ребятам рассказал, мы достали фанеру, вывезли вот такую огромную палитру, пролифили ее, все расписались, я отвез, уже не напрашиваясь больше на встречу с ней, я говорю, передайте Марии Павловне наше приветствие от Грузу, от Дома творчества, от группы, которая сейчас существует здесь. И мы ей передали. То есть, вот я говорю, две встречи. Да. Два человека, одна малограмотная женщина, но мудрая, высокого интеллекта человека, а другая, действительно, интеллигент, полусмысцов. Вот две, как раз, вехи такие, но обе они говорят о высокой культуре, о духовной культуре. Казалось бы, находясь на совершенно разных степенях развития своего. Вот поэтому, я говорю, иногда в жизни можно такое увидеть, такого научиться. Или, например, я... Чифло. Или, например, иногда вот так бывает, работаешь, пишешь, мальчишка раскамелся, увязался, маленький. Дядя Кость, возьми меня с собой, я хочу посмотреть, как работаете. Пойдем. Ну вот, приходим, я ставлю мольберт, вот так, как вот этот. Работу ставлю, начинаю работать. Пишу. Но он такой дотошный оказался. Вот я развожу краску, он болит и снимает. Я сюда, он туда снимает. Я пятец краску, он опять сюда снимает. Я все, он туда. Я вот так хожу, все время туда-сюда, и он туда потом. Минут сорок прошло, он сел и говорит, дядя Кость, я уже устал, пойдем домой. А вы не замечаете? А я не замечаю. Написано, например, вот сегодня я показывал Андрею Викторовичу пейзаж один вблизи Гедеминеса, вот этого. Башни Гедеминеса, да. Вблизи башни Гедеминеса. В Вильнисе. Там пулечка такая. Так у меня не было уже никакого материала. Ну, как называется? Я взял палитру. Гедеминеса. Ле Пилес. Да. Пилес, да. Ле Пилес, да. И вот я взял, ну, картонку, на которой я разводил краски. Семь лети. И думаю, я на ней напишу эту уличку. Больше у меня ничего не было. Я поставил, и тут у меня клятят, какие молодые ребята и девушки. Видели, что непонятные совершенно, хоть на горможине краски, захохотали и ушли дальше. А я стал работать. Пишу, и уже пока они возвращались обратно, я уже написал эту уличку. Они, когда появились около меня, увидели, и все зааплодировали меня сразу. Вот так вот. И одна девушка, видимо, которая, вот из-за которой они ее ходили, у нее был огромный букет цветов. Она мне его оставила, букет цветов, подарила, поцелала мне в щеку, и все они пошли дальше. Вот вам, пожалуйста, так иногда, бывает и так, признание со стороны. Или, например, я писал, такой, сетюдика с маленького, схему, вот этот вот у меня здесь в передачу, он висит маленький. Вот. И сижу, пишу. Мимо какие-то туристы проходят. И там разные, были итальянцы, французы, там немцы, испанцы. и вот все меня окружили вот так вот. Смотрим лица и выпуски. Выпуски. Потом я спускаюсь вниз, и от снизу мне так слухают. А это понравилось. Вот. Или иногда я вижу находчивость экскурсоводом. Я был потрясен грузухи, когда я на набережной работал. И пишу, работаю, и вдруг один экскурсовод, видимо, очень умный мужик, не глупый. Вот. Эскурсии, почему-то, когда с парохода сходят, все бегут ко мне, смотрите, как я работаю. А потом уже это экскурсовод. И он знает, что так произойдет, когда побежали все ко мне, кричит, внимание! И поднимает руку. А остановитесь! Все остановились. Художнику ничего не стоит вас испачкать, а вам очень трудно потом отмыться. Пожидач. И все уже. И все уже пошли. Пожидач. Это вот так вот находчивость такая, потрясающе. Меня прям с удовольствием. Я был, ну, знаете, так вот. Так вот, если он сказал, не ходите, да вы что вы там, нам нужно. А они быстро не ушли бы. А вот когда вот так вот, внимание, сердце, долгали, остановились. Остановились. Художнику ничего не стоит вас испачкать, а вам очень трудно потом отмыться. И никого не обидел. И никого не обидел. Все законно. Кстати, Михаилович, это не истекаемый источник. Он может рассказывать бесконечно-бесконечно. У него на памяти столько интересных рассказов, но он рассказчик еще интересный очень. И знаете, когда в Горзуфе вот мы ходили, когда вечером по набережной, и все, и все,